Главный врач роддома Тамара Белоусова поздравила всех с наступающим Новым годом и отметила, что 26 лет назад также в канун новогодних праздников открылся Видновский родильный дом. 26 лет уже функционирует вот это в этом здании, это замечательное учреждение, которое имеет великолепный коллектив по потенциалу, которое делает большую работу по рождению детей. Руководство Видновского родильного дома давно видело необходимость создания отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь необходимую терапевтическую помощь смогут получать одновременно 15 малышей. Отделение будет обеспечивать не только жители Ленинского района, но и всего юга Подмосковья, ведь Видновский родильный дом является окружным. Одно из главных условий в отделении дети будут находиться вместе с мамами. Глава района, осмотрев кабинеты и палаты, отметил не только высокотехнологичное оборудование для оказания необходимой помощи, но и удобства для будущих пациентов. Вот, пожалуйста, давай, рожденный. Для тренировки. Валерий Николаевич, для тренировки, пожалуйста. Здорово, слушайте, классно. Маленькие пациенты, которые будут сюда поступать, требуют особого ухода. И каждая мамочка в отделении сможет научиться ухаживать за своим малышом. Они ходят на вход с этим малышом и показывают на малышей. На малышей показывают, как прикладывать. Уже завтра я ухожу в отпуск, в декретный. И меня, как будущую маму, волнует здоровье моего малыша. А потому открытие нового отделения патологии новорожденных – это не просто большой шаг в развитии здравоохранения нашего района. Это еще и уверенность каждой мамочки в том, что ее малышу при необходимости будет оказана квалифицированная помощь. Вложенные в оснащение отделения большие деньги потрачены с пользой. Здесь имеется все необходимое оборудование для детей, рожденных с патологиями и недоношенных. Это кювезы, это мониторы, это открытые реанимационные системы, дыхательные аппараты, инфузионные насосы современные, рентген-аппараты, великолепный палатный, ну в общем, портативно-ультразвуковой аппарат. Все необходимое для того, чтобы выхаживать детей, есть. Малые средства были потрачены для того, чтобы реализовать этот проект, создание этого отделения. Почти 80 миллионов рублей, но они были найдены, были соответственно учтены. И вот теперь мы получили современный, интересный, высокотехнологичный комплекс оборудования медицинского, чтобы дети были здоровы, были счастливы. А значит, вот это будут счастливы и все мы. Возможно, менее ярким, но также очень важным стало еще одно событие – открытие дневного стационара при женской консультации. Гинекологический отсек открылись, хорошие операционные. Это тоже наша мечта, чтобы пациентку соперировать с утра. С современными технологичными методиками эндоскопическими. Женщины, которые страдают, ну, к бесплодию надо уточнить, трону перитениальный фактор или что-то другое, сделать операцию утром, она попадает в послеоперационную палату и к вечеру уже может вернуться домой. А напоследок несколько цифр, которые не нужно комментировать. В 2000 году в Видновском роддоме появились на свет чуть менее 1700 малышей. В 2010-м это число составило 4170 новорожденных, а в нынешнем году число рождений перешагнуло 5000-й рубеж. Татьяна Брылова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.